Дмитрий Крымов Это примеры спектакля. Спектакль называется «Своими словами. Н. Гоголь. Кавычки открываются мёртвые души. История подарка». Да, длинновато получилось. Но смысл правильный. Но фактически можно не смотреть спектакль. Ничего не выкинешь, как из стихотворения. Если представить себе книжную полку, то это второй том собрания сочинений, посвящённого русским классикам. Первый том был Евгений Онегин. Томик. Томик, да. Второй томик – это Гоголь с его мёртвыми душами и похождением Чичикова. Значит, вы все гурьбой стали пушкинистами и гоголеведами. На самом деле, это история подарка. Там самое главное – это история подарка. Это не сюжет мёртвых душ. Это как Пушкин подарил Гоголю сюжет мёртвых душ. Это про это. Я вот прочитал аннотацию к спектаклю. Ничего не понял. Нет, я всё понял. И там написано, это ваши слова, прям подпись стоит. Дмитрий Крымов. Написано, что Пушкин очень добрый человек. И что, в отличие от многих других писателей, отличающихся крайним аскетизмом в проявлении доброты… Толстой и Достоевский никому ничего и никогда. Да, а Пушкин как минимум ревизора. Всем и всегда. Вот, да. Но у вас есть оппонент, и с ним не поспоришь. Его зовут Павел Васильевич Аненков, и это крупнейший специалист в… Он начинает руки дрожать. И что он сказал? И он сказал, я даже специально записал, по воспоминаниям Павла Васильевича Аненкова, ну, известно, что Гоголь взял у него мысль ревизора и мёртвых душ, но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему своё достояние. Аненков. Ну, вот, по поводу этого не совсем охотно мы сделали спектакль. Я не знал этой цитаты, но вот варианты… Это только же из… Насколько я знаю, из Гоголя, из текста какого-то Гоголя известно, что Пушкин ему подарил. Больше это Пушкин нигде не сказал. Сегодня я подарил. Это было как-то таинственно. Может быть, он приврал. А может быть, как-то ещё. Ну, в общем, четыре… Четыре варианта известно. Вот мы их и обсуждаем. Зная, как вы трепетно относитесь к наследию великих классиков русской литературы, я уже представляю, как они толкают друг друга, Александра Сергеевича Николая Васильевича, и в конце концов побеждает тот, кто моложе, потому что Гоголь моложе был. И, конечно, он отобрал Пушкин. В том числе и дело. И на четыре сантиметра ниже. Но вот молодость всё-таки. И потом у него здоровье другое, потому что он родился на солнечной Полтавщине, Украина, и, конечно, а Пушкин в Москве. Поэтому витамина больше и отобрал, и победил. Всё так? Это пятый вариант. Пожалуй, я пойду доделывать спектакль. Возвращаемся к серьёзному разговору. Опять же, написано в аннотации, я жду не дождусь, когда я увижу ваш спектакль, написано, что это детский спектакль. Вот ключевое слово. А что у вас? Если я приду, я что-нибудь пойму. Да, это должна быть часть зала детей, часть, как и на Онегине. А вы смотрели Онегину? Я даже участвовал, я был там в Онегине. А, ну вот, Онегину. Ну, вы помните, там дети сидят в первом ряду? Это обязательно разговор с детьми. Для взрослых он выглядит, может быть, немножко так, ну, кособоко как бы. Но и без взрослых тоже нельзя, потому что дети не поймут всех слоёв. Ну, это сразу будет утренник и ёлка. Что-то из другого. Ну, да. Ну, да. Нет, это такая вот комбинация. Это, я не знаю, мне казалось, что это мы придумали так. Ну, я такого точно как-то больше нигде не слышал, чтобы вот совсем-совсем серьёзно. Должно быть ещё 10-20 детей, чтобы они так чувствовали, что для них вот спектакль, ну, там сидят их родители или незнакомые люди. И они как-то сидят и слушают. Ну, я помню, что меня, как человека взрослого, конечно, в первом томике, посвящённом Пушкину, потрясла смерть поэта, я говорю сейчас абсолютно серьёзно, но потом очень утешило, что он всё равно вернулся к жизни и стал угощать вот этих самых детишек конфетами и какими-то сластями. И это очень здорово. Здесь более пессимистический спектакль. Ну, это же Гоголь. Пушкин вообще свет светлый, а Гоголь тёмный. Гоголь вообще странный. Персонаж очень, его, как бы, оптимистом, ну, делать оптимистический спектакль по Гоголю довольно странно. Поэтому там больше мрака такого. Но я надеюсь, что кто-то, не помню, сейчас вышел и говорит, ну, когда таким языком про мрачное, это и... Вот как у него спросили, а где же, про ревизор, по-моему, его спросили, а где же положительный герой? Он говорит, юмор. Ну, вот у нас это стиль. В нашем случае это стиль. А так, ну, конечно, пессимизм, потому что... А что такое Гоголь вообще, если не великий пессимизм? Облечённый в форму гениальной русской прозы. Неповторимой. Никто же его не повторял. Кажется, всё понятно, всё написано. Его невозможно повторить, эти ошибки, из которых это всё состоит. Абсолютно с вами соглашусь. И пока вы рассказывали, я вспомнил другой сюжет, который ему подарила компания его каких-то приятелей. Это сюжет, связанный с шинелью. Вы, конечно, знаете, что там изначально анекдот, а в те времена анекдотом называли историческую, то есть правдивую, но историческую какую-то такую заметочку. Там изначально не было никакой шинели, было ружьё, лепаш, очень дорогое, 200 рублей, при зарплате в 30 в месяц. Да-да-да. И вот человек поехал с этим ружьём на утину охоту, и когда он вышел уже в Маркизову лужу, финский залив, он вдруг увидел, что ружья нет, он его где-то потерял. И в этом историческом анекдоте всё закончилось хорошо, потому что служивцы скинулись и купили ружьё. А с шинелью голь как раз мрака... Они, может быть, тоже скинулись, но уже было поздно. Уже было поздно, да. Я вспоминаю, что в вашем очень интересном спектакле, крайне необычном, под названием «Заметки о Бердичеве»... Мы его восстановили, кстати. Да. Это «Три сестры», потому что там Чебутыкин говорит, да? А Бальзак венчался в Бердичеве. Это фраза персонажа из «Трёх сестёр», и всё так переплетено, и какие-то совсем незначимые вещи становятся очень значимы в этом спектакле, как в очень многих ваших спектаклях. Вот то, что я увидел на фотографии, черепа рядом с Гоголем. Гоголь такой, прям совсем настоящий. Вот настоящий Гоголь, а рядом что, настоящий черепа с ним? Да, мы приглашаем как бы Дмитрия Викторовича Родионова, директора Бахрушинского музея, чтобы он сказал, как было дело, потому что подозрение было на Бахрушине, что голова пропала. Да. Но вот что он думает, что история думает достоверная по этому поводу. Он рассказывает, что он думает, и приносит какие-то аргументы. Он вообще, вы знаете, они издали Бахрушинский музей Родионов, настоящий Родион. Они издали трёхтомник Бахрушина. Он собирал всё, он ножничками вырезал из всех газет по поводу Гоголя. Всё. Вот просто всё из всех газет на протяжении десятилетий. И это три огромных тома, практически без комментариев. И там сведения потрясающие. Там много ерунды. Ну, не ерунды, но такой официальный, потому что это торжества по поводу открытия памяти. Но там столько всего, столько всего. Каких-то нюансов потрясающих. Из жизни. Одноклассник вспоминает Гоголя. И это пригодилось для спектакля. Да. Ну, не всё, конечно, но вот эти вот моменты, которые нигде больше... Они как маленькие камушки через сито просеялись и где-то там вот лежат. В тетрадях. И в истории. А мы знаем только там, ну, какие-то факты более-менее такие. Большого диаметра. А маленькие, но когда их не знаешь, знаешь только большие, то вдруг маленький камень. Его прям так хочется вот сделать из него колечко, повесить куда-то на видное место. Потому что они очень много говорят об этом человеке. А Гоголь рождался в то время, когда спектакль с Александром Филипенко, связанный с Венецией, связанный с Хемингуэем, уже шёл, да? Это параллельные почти вещи? Я почему спрашиваю? Потому что Венеция совершенно серьёзный спектакль. Придумывали мы это параллельно. Ну да, мы вообще делаем спектакль так параллельно. Не то, что один закончим, а потом, а что мы будем делать дальше? Там как-то идут несколько составов. Один только вышел из Москвы, а второй уже в Питер приходит. Не так. Я почему спрашиваю? Ну вот Венеция и вообще вся эта история, она как-то совсем особняком стоит от той природы существования в лаборатории Дмитрия Крымова, которой вы нас приучили. То есть, если говорить совсем попросту, то не верь серьёзу, а если смех, то он обязательно не гогот, а с очень важными мыслями. И эти мысли рождаются не назидательно, а как-то вроде бы ты сам до этого додумался, а нет, не сам тебе подсказали. Всё время есть природа обманок и игры, а в Венеции всё-таки вот нет. Ну, я тут ничего не могу сказать. Ну, так получилось. Скажите что-нибудь. Так получилось. Так получилось. Сколько будет идти спектакль для детей по подарку? По времени? Час сорок. Значит, больше, чем Онегин. Нет, столько же. Столько же. И вы уже, заглядывая в будущее, так смело сказали, что, скорее всего, вот это собрание сочинений, то есть томики на полке будут расти. Что добавится? Ну, сейчас посмотрим, как пройдёт этот, потому что одно дело сказать, другое дело хотеть сделать. Мы захотели сделать это, я захотел сделать именно этот детально, когда тот как-то радостно у нас получился. Если так всё будет хорошо, это, ну, даже перечисление, оно означает, ну, наше намерение, это Пушкин-Гоголь, Чехов-Остров-Сахалин. Это серьёзнейшая вещь, куда не каждый взрослый может вообще, это как архипелаг ГУЛАГ, только того времени, когда ещё ничего такого не было. И Карла Маркса «Капитал». У вас что-то с горлом? Это самое... Кстати, Павел Васильевич Айников встречался с Карлом Марксом, когда тут был ещё совсем юн. Тоже вдруг пригодится вам. И тоже написал что-то по этому? Да, да, у него есть это воспоминание. Зачитайте. Он не понравился. Он не понравился. Слишком бородат. Подозрительно бородат. Ну вот, да, он... Более того, он переписывался с Марксом, и вдруг, если это вам пригодится, я буду горд, что моя подсказка работает на благо лаборатории Дмитрия Крымова. Хорошо. Я вас спрашивал очень видных экономистов. Не хочу их называть здесь, потому что они очень известные люди. Что такое вот теория Маркса сейчас? Как она выглядит? Очень интересно, они мне рассказали. Просто очень. Два в один голос. Это как бы такое мнение современной экономической науки на то, что такое капитал Маркса. Я не буду сейчас рассказывать, но это очень интересно. Вообще, когда куда-то влезаешь, какую-то тему, то вопрос, что ты там выловишь, и как-то это в театр превратишь. Ну и самое главное, что если куда-то влезаешь, то получается, что это ядро ореха, а мы-то привыкли видеть только его скорлупу. То есть со временем вот эти вот наслоения и все больше и больше. И что такое для нас? Капитал Карла Маркса. Ну, скорлупа и все. А внутри для нас ничего нет. То же самое, наверное... Опасная скорлупа. Опасная, да. То же самое я представляю себе физиономию среднестатистического такого детятишколера в тот момент, когда ему приказывают прочитать в школе, там, в девятом, наверное, классе, да, или в восьмом, приказывают прочитать «Мертвые души». Я думаю, что он не прыгает от радости. Ну, вы знаете, публика «Дети» нашего спектакля должны быть меньше. Это не для девятого класса. Это нужно десятилетним рассказывать. Это не то, что вы проходите в школе и вот пойдем в театр, посмотрим, как это актеры представляют. Ни в коем случае. Это абсолютно неправильно. В этом случае, который мы сделали, это неправильно. Это разговор с детьми, с которыми можно серьезно поговорить. Это лет 10. Ну, 9, в зависимости от ребенка, конечно, но не старше 11 лет, потому что там начинаются другие процессы, они уже куда-то смотрят, куда не надо смотреть, или надо, не знаю уже, куда надо. Но это об интересной жизни вообще взрослой, которая им предстоит. А дети их вовлекают в процесс... Чуть-чуть. Меньше, чем там. Ну, в общем, надо смотреть. Я приду один. Все дети большие. Да? Большое. Да. Приду один. Ну, буду чувствовать себя ребенком. Я бы стараюсь представить, что мне 10 лет. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню нашим зрителям. Мне просто очень нравится название. Значит, цикл этот «Своими словами», когда товарищество лаборатории Дмитрия Крымова своими словами рассказывает вот такие вот изумительные вещи. В данном случае это Николай Гоголь, «Мертвые души. История подарка». Спасибо вам большое. Спасибо. Дмитрий Крымов сегодня в главной роли. Вот так вот, может быть, чуть-чуть разбросано и не всерьез. Мы говорили об очень серьезной работе лаборатории Дмитрия Крымова. Спасибо. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Дмитрий Крымова